Ура, ребята, вышел трейлер обновления 0.16.0 и в нем очень много пасхалок. Присаживайся поудобнее, я прямо сейчас его покажу и расскажу про абсолютно все пасхалки. Также ставь лайк, если ждешь обнову, подписывайся на мой канал и пиши любой хороший комментарий. Ну что же, поехали. И ссылки ты найдешь в описании. Ну что же, дамы и господа, приятного просмотра, а мы начинаем. Первое, что мы видим в трейлере, это загрузочное меню Excel Bolt, глич эффектик. Да, 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 это новая карта. Да, ребята, вы угадали, вы красавчики. Да, это новая карта, это Сакура, это новая карта, стилистика Японии. Очень круто, очень классно, какие-то многоэтажки, какие-то самураи, куча, куча всего. Так, мы видим, взлетает какой-то кусочек листвы Сакуры. Что же будет дальше? А сейчас мы, ребята, увидим новую модельку, текстурку спецназовца. Я в шоке. Просто, ребята, посмотрите, какая же она крутая. Кстати, я вижу на руках то, что есть. Возможно, это, ребят, новые перчатки просто очуметь можно. Влепитесь где-то лайк и подпишитесь на мой канал, если вы реально этого ждали. Потому что, ребята, я в шоке. Это новая карта, новая стилистика, новая Сакура. Все новое, охренеть. А вот тут самое интересное. Смотрите, внимательно, внимательно смотрите, да. Мы прямо сейчас видим новый скин на Дигл. Да, кстати, ребят, на Диглах ни разу не было Аркан. Во-вторых, если впервые в истории Стендоффа на Дигл выпустили Аркану. Я в шоке. Смотрим дальше. Это новый брелок с новой коллекцией, ребят. Это очень круто. Кстати, а на что это похоже? А, это дракон, это дракон. В натуре это дракон. Да, ребят, это дракон. Я понял. И вот это тоже какой-то брелок. Только мне не совсем понятно, для чего он и куда он идет. Так, ребят, давайте смотреть дальше. Тут очень много мелких деталей, которые мы просто не должны упустить. Прямо сейчас мы видим... Это новая моделька персонажа. То есть, это новая моделька теров. Обалдеть, это новая моделька теров. Ребят, ну просто взлюбите за это лайк. Подпишитесь на мой канал, потому что я в шоке. Новая моделька теров. Охренеть. Так, что видим тут? У тебя новый скин был. Я видел. У тебя новый скин был. Так, внимательно смотрим. Так, это команда спецназа. Тут вроде все как обычно. Ну, у них новая одежда темная. Да, темные перчатки. Прикольно, круто. Но мне более интересно посмотреть, что же там у этих теров. Какая же у них одежда? Так, а глушак! Глушак, глушак. Стоп. Глушитель. Да, да, да. Я догадался, это глушитель. Слушайте. Да, да, да. На М-ке добавили глушитель. Круто, круто. За это лайк, лайк. Сходу лайк. Очень круто. Так, что же мы видим еще? Видим новый скин на Фабму. Да, ребят, я же не ошибаюсь, это Фабму. Да, да, это Фабму. Какой-то красненький скин, возможно, это Аркана. В любом случае, это круто и заслужит вашего огромного лайка. Смотрим дальше. Ой-ой-ой, ребят. Пулемет! А, что ведь пулемет? Да вы рофлить, да вы рофлить. Стендов добавляют. Пулемет? Чего нафиг? Пулемет! Окей, окей, я понял, ребят. Надо держать себя в руках. Просто мне немножко плохо. Так, надпись 1. Что же это означает? Это означает первый сезон. Ну, типа, по трейлеру. Это, типа, первый этаж. Но, на самом деле, это отсылка к первому сезону. Как мы видим, наши спецназы поднимаются. Кстати, ребят, обратите внимание на текстурки. Они очень сильно качественные. Я просто в шоке, ребят. Просто посмотрите, это графон, как в КС-ке. Ну, прям обалдеть. 5 с плюсом. Я очень сильно буду ждать. То есть, по всей видимости, обновят графику. Добавят новые модельки персонажей, да. Добавят новые текстуры, новое оружие. Так, это надпись 2. Второй этаж. Но нам-то надо на третий. Нам-то нужен третий сезон, правильно? Так, поднимаемся, поднимаемся. И что же мы тут видим? Ребятки, можем обратить внимание на маску. Я не знаю, к чему эта отсылка. Возможно, будет возможность покупать маски. То есть, заходишь куда-нибудь на рынок и там, дайте мне эту маску или дайте эту маску. Короче, ребят, ну, это было бы очень классно, если бы была возможность покупать маски. Также, обратите внимание на черные перчатки. То есть, 100% будут новые перчатки. Это, я думаю, и так всем все понятно. Смотрим дальше. Также мы видим то, что будет отображаться тень игроков. Круто, круто. Смотрим дальше. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. А это дробашь обновили так? Охренеть. Так, ребят, вот тут, по-любому, будет очень много пасхалок. То есть, как мы видим, есть пулемет. Дальше. Я вижу, самое правое оружие, это, кажется, М-ка. Потом, вот это второе, второе, второе. Это у нас ФАБМ. Вау, ребят. А слева это калаш, да, если не ошибаюсь? Да, по всем местам это калашик. Блин, ребят, прикольно. Посмотрите, как все классно отображается на текстурке. Вау. Да, ребят, это тот самый пулемет, но самое странное. На пулемете есть прицел. Вы ровните. На пулемете есть прицел. Почтены. Прицел на пулемете вы в адеквате вообще. Обалдеть. Итак, идет перезарядочка. Ничего себе. Ничего себе. Кстати, ребят, я смотрю, что по всей видимости изменят анимацию М-очки. Да, это М-ка с глушаком. Еще раз, смотрите. Еще раз. Это М-ка с глушаком. Внимательно смотрите. Да, да, да. М-ка с глушаком без звука. М-ка с глушаком точно, ребят, 100%. То есть, что мы имеем? Будет новая карта, новые модельки, новые перчатки, новые маски, новая коллекция дракона, да, потому что называется сам трейлер Dragon Rise, что означает взлет дракона. То есть, скорее всего, вся эта коллекция будет связана с драконом. Это, ребята, очень классно. И я этого очень сильно жду. Просто, ребят, влепитесь за это лайк. Подпишитесь на мой канал, потому что это что-то нереально. Да, и вот надпись третий по третий сезон. Да, ребята, третий сезон. Мы все его очень долго ждали. Да, тот самый третий сезон. Я просто в шоке. Так, что же мы, ребятки, видим после титров? А после титров мы видим какую-то маленькую пасхалочку, в которой мы видим... А что же мы-то видим? А что же мы-то видим? А мы видим этот самый новый пулемет. Да, ребят, вы все его ждали, вы все его хотели. Coming soon скоро выйдет. Ну что, дамы и господа, если вы ждете обновления, прямо сейчас прожмите лайк, подпишитесь на мой канал и напишите в комментариях, что же вы ждете больше всего. С вами был Довольник, и ты пока. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok